Новый год все ближе. Век технологий. Способов поздравить родных и друзей с праздником достаточно. Можно позвонить, в том числе и по скайпу, отправить голосовое сообщение или смс в вайбер или ватсап. А можно немного поностальгировать и послать по почте новогоднюю открытку. Спешите, пока открытка вообще не ушла в историю. Традиция отправлять по почте новогодние открытки зародилась в 19 веке. Сейчас это уже почти история. Сегодня о ней говорили в Дубоссарской картинной галерее. Экскурс новогодней открытки провели онлайн. В памяти с детства всплыли открытки новогодние, которые были очень интересны и по сюжетам, и очень были такие яркие, сказочные. История бумажных открыток, она заканчивается, почтовых открыток, в связи с тем, что пошла уже массовая цифровизация, и люди уже пользуются почтой электронной. Поэтому, как бы, но в памяти многих людей эти открытки как бы останутся, и у многих они есть и дома, и в коллекциях. Ну, надеемся, что когда-то, ну, может быть, и возродится опять это все. Супруги Ольга и Владимир Стародубовы собрали целую коллекцию новогодних открыток. Самые старые – более полувека. На первых рождественских открытках в дореволюционной России чаще изображали сцены гаданий и обрядов. После революции открытки, как и сам праздник Рождества, запретили, и только в 1935-м традицию возродили. Рисовать на открытках стали кремлевские звезды. Появились Дед Мороз со Снегурочкой и Герои Сказок. В 60-х они летали на космических кораблях, а в 70-х прославляли Байкало-Амурскую магистраль – авиацию. Мы сами писали. У нас обширная была почта, потому что мы за границей служили, военные, везде по Советскому Союзу. И поэтому очень много было. У нас 40 открыток посылало, до 50. Поздравляли всех с праздниками. Ну, приятно это получается. Ну, конечно, вы что, что это видишь, что люди тебя помнят, желают, что ты вот читаешь эти живые слова. Поздравления с Рождеством появились на открытках только в 90-х. Сейчас, в век цифровых технологий, посылать бумажные поздравления – разве что дань ретро-моде. И, кстати, в этом году на почту в Дубасаре пришло уже более 100 открыток из Европы и Америки. Так что традиция жива.